Ну что, господа, это не шутки. Ан-24. Мы находимся в Сибири, в Иркутске. Сейчас вылетаем на Чару. Сака такой. Ну все нормально, вроде все живы, все здоровы. Субтитры сделал DimaTorzok А я за оператора. Поставили две бочки с солярой. Набрали канистры. Ну в общем собираемся. Такая у нас вылазка будет серьезная сегодня. Это вот Денис, получается, работает на Виктор. Виктор вот, который краном управляет. Это все его бизнес тут. Вот когда-то Виктор начинал вот с этих вот Уралов, со старых. Сам катался. Потом одну машину, вторую машину купил. Ну вот так вот бизнес развивал. Один Уральчик старый стоит. Ну вот еще один. Там дальше третий. В общем, ну такое хозяйство. Потом я позже поснимаю. Тут гараж, где ремонты делаются. Сейчас, короче, загрузимся и поедем. Следим за движением дальше. Короче, нас тут сопровождают, сопровождают. Продолжение следует... Командир, где мы застряли? Да мы не застряли, мы сейчас ждем, пока. Посмотри, там машина-то где ее. Смотрите, 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 смотрите. Не, ну это что-то ненормальное. Обалдеть! Мама поехала прямо, прямо, прямо в яму. Ладно, герой. Или не знала, там что-то может быть бояться. Смотрите. Где-то поедем, где-то не смотря груза сколько, смотря где что. Вот тут просто что-то, полетит вода. Вода. Вокруг нас от вода. Смотрите. Смотрите. Короче, мы на острове застряли. Да мы не застряли. Да мы не застряли. Застряли. Застряли на Камчат. Я застрял. Поехали. Поехали. Депутат, как мы будем выбираться? Я думаю, что с детьми-то делать. Я думаю, что детей возьму, сейчас и на себя принесу. Все, поехали. Ну что, съездили очень круто. Правда, Димана поднапоили маленько друга нашего американского. Утух он, короче. Но ничего, зато эмоции поймал. Ну что, вчера покатались на этом, на снегоходе. Были в горах сегодня. Вот дядя Саня приехал за нас, за нами забирать. Говорит, покачу вас на своем, говорит, гелике. Вот. Прокатились на гелике. Главное, чтобы не в дерево сидели. Ну все нормально. Вроде все живы, все здоровы. Вылезли с машины. Вот так улетели в елки туда. Руками башку прикрыл. И нормально, вроде целые все. Не поранились, не побились, не порезались. Короче, хорошо. На бок легли. Позвонили боссу. Сейчас вроде как должны приехать, нас будут вытягивать. Спасательная операция. Так. Ну всякое бывает, видите, гололед страшный. Вот. Смотрите. Все как каток. Да, каток сильный. Так что. Вот так вот ехали и что-то начало нас раз-раз-раз-раз-раз-раз. Дядь Саня вроде выровнялся, но нифига. Денис, как ощущения? Блин, мандраж трясет. Да. Я первая моя в жизни авария. Ну все, удалось. Дядь Саня говорит, а моя четвертая. Дядь Саня четвертая. Жалко УАЗика. Ну жалко. Да ладно, ладно, сами целые остались. Да, это точно. Просто не поломались ничего. Да. Я уже когда смотрю, когда в овраг летим, думаю, блин. Даже не знал, что делать, держаться не за что. Меня там вообще не за что. А сзади там ни сидения нифига нету. У тебя там немножко это. Ой, сигареты-то там остались. Ну сейчас залезешь. Да, такой. Потом уже, когда авария произошла, потом уже понимание приходит. И такой тряска такая. И веревку там. Короче, приключения у нас капец какие. Дядь Сань, ну скажи пару слов, ну как так-то? Ну как, затаскала как. Ну будет что вспомнить, американцы тут перевернули, на бок положили. Вчера, да. Вчера подушатали тебя маленечко, да? Ну это уже, ну да, было дело. Ладно, короче, все. Включусь, когда вытаскивать будем. Ну капот вот, деревом получается мы. А, наверное, он вот сюда вот ударился и развернулся, да? Да, и вот такая вот ситуация. Короче, как мы там. Нормально, сюда через верх вылезли. Здесь все целое. Посмотреть бы, как там боковина. Фара, дядь Сань. Как не его? Вот, вот здесь стоял этот фара. Что, потом прикручишь, я уверен, что она еще и работать будет. А, для красоты, ну ладно тогда. Ну все, ждем, ждем спасателей. Соляра там, да, посмотрю, потекла, нет? Бензин, ага. А, бензин. Да. Вот такие вот приключения. Все, приехали. Чип и Дейл, спасатели. Что, сейчас надо ее на ноги поставить на колеса. Ну а потом посмотрим. Попробуем сейчас. О-о-о-о. Зацепилась там за дерево. Ирбанж? О-о. Ну уже, уже чуть получше. Так, ну уже, уже чуть получше. Ирбанж! там он уже не должен покатиться сзади там запаска уперлась в дерево все сейчас вытянется так решили решили попробовать сканья подъехала дёрнем сейчас сканей так ну чё повреждения у нас какие значит вот у нас угол здесь окно термос термос купили главный термос не разбился жалко да все за разбили так а я вот здесь сидел на пассажире вот тоже получил видите как в дерево блин я только успел в голову закрыть руками капот чё здесь целы залила немножко это тоже напомялась капот дядя саши сказал у него 2 есть так господа доброе утро значит сейчас мы готовимся к рейсу ну вот машинка сейчас прогревается а я тут вам решил под заснять вот такого вот мтлб значит это тоже виктора машина виктор это ну что снегоход мы ездили значит тут она у него стоит это получается как бы база из машины пацаны паркуют гараж тут чинят вот она не вот на этой вот на вездеходе они гоняют летом на охоту на рыбалку но потому что на другом здесь и не и не проедешь по этим джунглям по болотам по лесам только вот на этой штуке и ломать ну что стоит нормально на зиме сейчас получается на зимов очки ждет своего ждет своего часа конечно я даже не знаю что тут про эту машину рассказать но просто хотел вам показать вот на какой технике по северам гоняют чем там гараж получается на улице мужики на улице чинятся и внутри сейчас вот на улице минус 10 ночью 26 а с утра минус 10 вот пацаны там что-то сейчас коробку снимали выжимной меняли в общем конечно да работа такая знаете нифига не детская поставят пушку под под машину под грузовик и вот так лежат прямо на снегу и крутят а чё делать так у нас у нас небо затянутое вроде как прогноз погоды снег обещают не знаю там сейчас мы выше поедем когда с денисом сейчас мы ждем пока на станцию на жд придут работники начнут разгружать вагоны не знаю что сегодня повезем что-то повезем в общем там дорога вроде как говорят не очень такая хорошая скользкая особенно на реке там налить пошла не знаю как там будет чистили не чистили как сильно почистить тоже непонятно в общем все по приехали водители стоят ждут вот машина черная и века это сергей там дальше дядя саня у дядя саня еще не вернулся вот это что уазик перевернули мы вот не знаю приедет он сегодня не приедет моего машину простая поставили прогреваем вот мужики вот на бензовозах туда тоже на участок на на золотой рудник ездят соляры возят много получается здесь 33 тонны 35 это они завел заливают соляры вот а там они говорили вроде как в день им 10 10 по моему счет такой 10 или 15 вот таких вот бензовозов надо чтобы обеспечивать полностью работу рудника чем соляры много очень уходит ладно чуть позже дениса попрошу расскажет про машину про эту сканию чё на себя представляет чтобы мы тоже понимали на чем мы едем машина дикая зверская она здесь самая мощная у них на участке считается из одну такая самая высокая 2 2 спальни две кровати ну и так она конечно зверски выглядит ладно чуть позже дениса попрошу он расскажет по машине так ну чё собираемся в рейс сегодня поедем на этой красавице сканий с 620 это у нас вездеход полноприводный все шесть колес блокируются то есть ну в этих условиях без этого никак мотор v-образная восьмерка 16 литровый коробка оптикруз роботизированная механика смысле не автомат ну это они не в том понимании автомат как типа на легковых стоит здесь это та же самая механика только вместо водителя скорости грубо говоря выжимает сцепление переключая скорости специальная система оптикруз называется тут грабака у нас на 500 и на 300 литров вот этот большой а тот маленький да да подвеска полностью рессорная сзади балансирная вот она здесь он там за этим получается кронштейном большим седло на 250 сантиметров высотой это ты уже в час поставил только-только до седло высокая получается при вот этих всех переездах там речки мосты и чтобы чтобы прицеп на раму у нас не вот это что за дополнительный бак это дополнительный бак при желании можно также заправить как бы если куда-то далеко соберемся ехать короче просто служит как запас дополнительный бак прицеп у нас также на балансирной подвеске вот смотрите получается вот такая огромная рессорина стоит много штук расскажи как она работает чтобы понятие было как то есть если мы едем по каким-то большим перечапом так скажем ямы бугры она колеса может сказать как показатель не знаю они прямо ходят у них ход очень большой то есть короче воздухе не зависает ось да 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 остается как бы постоянно на земле и 1 8 может быть низко очень а вторая может быть слишком высоко но они все равно будут на земле это очень помогает проходимости точно самое то же самое задние мосты и если кратко то наверное все но прицеп у нас петит 50 тонны то есть можно вот эти три знака 50 90 19 42 это опасный груз какой именно селитра рыбка вот она вот мертвая какая-то это все знаки опасно что в основном вывозите на на туда на участок именно ну и все все с подряд сегодня вот скорее всего вообще песок в мешках повезем контейнера всякие запчасти колеса селитру ту же самую на 3 вот мы с тобой увозили вообще вот все что положит то и везем цианит мы вот это мне нравится конечно она очень высокая ну это еще это здесь самая низкая машина а здесь она у вас сама низкая но если взять ту же и веку у них морда повыше здесь лишь бампер низкий да но здесь ты и самая мощная в этом регионе 620 лошадей мощнее этой машины здесь нету но эта мощность не мешает тебе она нигде не буксует она наоборот спасает как бы привыкаешь уже она вот с 120 это же сказал даже что это 16 литровый мотор конечно конечно какой расход у нее ну вот по тем условиям как ты едешь это надо уже если честно не смотрел надо на компьютере можно будет глянуть на ходу там уже было потом посмотришь так ну чё котлом разогрели а мы сейчас разогрели уже да да можно в принципе завезти давай машинка прогрели так сейчас компьютер считает у нас все данные все заводим сразу видите с пол . заработала я не спросил какого года машина девятнадцатый или восемнадцатый я честно не помню когда они убрали в принципе свежая а сколько пробег уже пробег девяносто тысяч здесь вот тоже противооткатки стоят у него потому что ручником здесь практически никто не пользуется потому что все примерзнет здесь у нас полный набор цепей висит на прицепе которые возможно нам придется сейчас одевать дорога скользкая сейчас потеплело уже когда большое мороз то оно нормально а когда слышишь что говорю сегодня будем цепи одевать или посмотрим посмотрим да по обстоятельству ясно ладно они тут все машины вот и века допустим стоит она тоже полноприводная 6 на 6 как здесь все такие машины здесь все вездеходы так вот еще хочу познакомить вас серега тоже работает получается это у виктора он вроде как говорил что максим это его бизнес-партнер да 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 друзья вообще серега работает у макса на компании вот тоже века века трекер раньше ты сам бизнесменом был ягод ракер и века трекер и века тоже полноприводная машина 6 на 6 машина в общем-то неплохая но есть конечно слабые места передок от у них слабый непродуманный а ты на этой домой веке едешь я третий год на ней еще и чё были какие поломки но основном это вот перед почему потому что вот сальники не пыльников ничего нету постоянно одно грязь здесь ездим то не по асфальту а резина на сальниках она как нормально не трескается на морозах он бывает ночью в остальном чё север он есть север морозы снега сейчас как бы к весне вот теперь самое у нас такое такое время что опасно опасно сейчас начнется таяние снега скользко головолёд но вы себе вместе пойдем к нам мы сегодня пойдем вместе все погода нам вроде как снег обещает но в горах то будет снег наверное будем одевать цепи чтобы нигде не сорвало нормально доехать мужики друг другу помогают и ну конечно как тот же северах приехали на загрузку значит я приехал с денисом приехал серега вот на черный веке все что мы смотрели до 420 тракер тут вот еще стоит бензовозик один ну по всех по именам не помню тут у нас рядышком еще парнишка стоит этого пустые пустые контейнера две двадцатки что вот у нас железнодорожный узел база короче все у нас тут база вот они пригнали здесь сколько раз два три 4 5 6 7 в общем по 5 6 6 или 7 20 контейнеров 1 40 кого он оттуда из вагонов сейчас выгружают краном трубы какие-то металлические трубы песок стоит в общем они сейчас выгрузят посмотрим то у них тут главный час час они определяются что там важнее сейчас на участке что нужно в первую очередь вывозить то и повезем в общем сегодня грузимся трубами песок отменяется начальство сказала грузить трубы ну трубы значит трубы время на часах застыло восемь утра так мы загрузили сейчас я постараюсь залезть в кузов показать что у нас тут вот таких вот три три связки железных труб одна по серединке две по бокам сейчас вот мы на заправку так называемая заправочка я уже показывал в прошлом прошлом кино сейчас денис подключит заплатит карточкой проведет розеточку все насос пошел бежит не вну опять неправильно подачу лишь с минусом перепутываю я побежит все пошла все обижала солярочка надо будет этот котел заправить точно прошлый раз забыл потому мужиков своя заправка у нас своя бочка она уже никто не двигается просто как хранилище стоит все когда она опустошается приезжают бензовоз слил сюда а это мы сейчас возьмем не потом отключим ну давай на чтоб прольешь побежала это для котла сейчас пару ведер туда а то в прошлый раз забыли заправить всего вырубай все включай так я полез так и чё пошел бы обошел бы со стороны а там нету лестницы а у тебя здесь да сейчас через леечку котел отдельно не запитали с баков а насколько там бачок не завода был с бака а это завода так не не это то уже сами делали я тигрю завода был с большого бака а так как солярка замерзает зимой ты ее мешаешь с керосином с бензином чтобы не замерзала поэтому отдельный бачок чтобы можно было перемешать в общем доделали досу до усовершенствовали да 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 все сейчас нальем полные баки сегодня груз у нас не тяжелый где-то тонн 15 легче будет идти вообще легкотня все загрузили сейчас денис закрепил груз завязал там эти трубы чтобы они никуда не делись вот но перед выездом надо покушать тут получается гараж это как бы другой бизнес вот но они здесь как бы виктора машины обслуживаются здесь ну скажем так короче дружат ребята бизнесами не вот сейчас подсниму покажу что будем обедать вот наш местный охранник здесь лежит отдыхает слышь охранник как дела бедолага как тебе здесь хорошо да а он они под этими бочками прятались еще маленький щенок где-то бегает ладно пойдем внутрь гараж что тут никита нам варит варева вот лосятина вчера бег вчера бегала сегодня в сковородке уже варится лось сейчас лучка добавим и будет у нас обед никита вообще классно вот еще один красавец который я говорил мелкий а такой кусака кусака такой прибежал такой хочет он поиграться а кусака но медведь ты какой медвежонок ты маленький вот такой вот он ну не холодно тебе здесь не холодно как тебя зовут вот такие бандиты здесь ходят ну что мы отобедали отобедали поедем сейчас большой банда и он все машины стоят раз-два-три ну штук 5 на 5-6 наверно поедем толпой что ты говоришь второпутчики провалились сейчас экскаватор будет вытаскивать мы уже подъезжаем а 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну посмотрим, может погодка... Так, ну у нас тут есть две новости. Одна хорошая, другая не очень. Хорошая, хотя у нас в принципе хороших новостей-то особо и нет. Ну в общем, новости такие, что видите, снег все заметает везде. Всю дорогу до самого рудника валит снег. Дорога практически не посыпана. Так местами только где-то остатки роскоши остались. Песочек, камушки. Вот сейчас на спуск идем. Дорога скользкая, на улице 7 градусов было. Скользкая, белая, ничего уже не видно. Сейчас очки надо одевать. Нам-то в очках хорошо, а в камеру будет видно плохо. А, вот хорошая новость. Ну это для меня и для вас хорошая новость. То, что скорее всего контент будет. Для нас контент, а для Дениса одно мучение. Да, Денис? Да, что мучение? Нормально все. Скажи, сейчас остановимся, попьем чай, оденем цепки. Да, народ, вот такая работа, конечно, моя мучение. Не торопясь, доедем. Все сливается. Сейчас мостик проезжаем. Все сливается в одно. Все белое. Краев дороги. Пока видно еще. Там дальше, где в горах, там да, еще хуже будет. Пока, в принципе, приемлемо. Как это? Алан-До называется место? Алан-До мы еще не доехали. Нам еще, что, километров 15 до него ехать. Алан-До. Ну, в общем, там и привал будем делать. Чайку бабахнем. Передохнем. Посмотрим, что там как. Мужские истории там, басни. А что, вон там подъемчик, смотри, тут что-то коричневый. Вроде насыпано немножечко. Ну, подсыпано, ага. Снег-то, видимо, вот-вот недавно только пошел. А они вроде мужики горели целый день жить. Мостик. Посмотрите. Денис, а почему они деревянные? Почему их не делают бетонными или что-то? Такая гула с подручней, может, так дешевле, наверное. А, ну то, что дешевле, то нет. Я не знаю, почему их дорожники такими делают. Вот там балка-то металлическая идет внизу. А, да? Конечно. Ну, 60 тонн. Ну, все равно он внешний, ну, доверие не внушает. Нормально, дерево, крепкий материал. Раньше, вспомни, корабли с дерева делали. Ты сам себя так успокаиваешь? Они океаны пересекали. Дерево делали, потому что легкий и плавучий. Но металла-то и не было тогда, наверное. А, ну почему, был уже металл? Они же всякие, типа, крючки, да что, да, делали. Да. Копья, мечи, щиты. Да, да. Ладно, следите за движением, за нашим перемещением. Что тогда будет? Так, вот это у нас называется Мурулин. Самая высокая точка Бамовской железной дороги. Ага. 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 Блин, честно, не помню сколько. Справа у нас долина озера Камкарамурях, что ли, называется. Здесь названия такие, где вы говорите, да. Ну, красиво. Особенно не было бы сейчас дымки вот этой. То есть не дымки, даже снега, да. В горах снег стоит. Облачность и очень плохо видно. Но все равно, слушай, открывается хороший пейзаж. Сейчас окно можешь открыть, поснимать прямо. Вон, получается, внизу идет железка. Бам. А вон там, пожалуйста, какая красотень. Да, супер здорово. Летом, осенью здесь вообще прям. Я не представляю, насколько здесь круто летом. Ну, представляешь, что это голубое озеро, да, там, среди гор. Да. Красиво, конечно. А там есть где-нибудь остановиться места, там, рыбку половить в летнее время? Да так же вот на дороге можно остановиться и пешком к нему спуститься. Ну, далековато идти, конечно. Правда, конечно, места здесь такие, что... При желании можно, без проблем. Да, очень красиво, очень. Так, что-то я уже чувствую, Денис там скорость набрал. Давай. Думаю. 40... 40 километров в час, 45. Да. Спускаемся, потому что. Да я вот... Что-то мы сегодня выехали с Денисом. Я говорю, после вчерашних каруселей на этом русском Геленвагене, на УАЗике, это у меня что-то... Страшновато теперь, да? Ну, как-то да, но все-таки есть стресс в организме, знаешь. Потому что сколько я попередумывал, ситуации могло случиться и... По-моему, мы вообще самоудачно вот так вот... Мы счастливчики. Никто ничего не сломал. В рубашках родились. Ну, вечером только вот мы почувствовали, что все-таки где-то ушибы получили. Ну, конечно, не без этого. Я плечо ударил. Ты, Денис, у тебя спина, да, по-моему? Ну, спина болит, рука болит, у деться они тоже там рука болит. Ну, в общем, да, трухануло так там не по-детски нас. Я говорю, а если бы мы в лоб, допустим, в дерево впилились бы, я думаю, что там последствия были бы гораздо уже... Это точно. Потяжелее. Короче, повезло. Очень. Очень повезло. Ни стекла не повыбивало, никто не порезался, никто головой ни об что не стукнулся, никакого там ни камня не было, ни пенька. Ну, не знаю, это как будто бы вот нас вот что-то уберегло, конечно. Господь Бог, наверное, там ситуация такая не из приятных. И вот так вот тихонечко, тихонечко. Вот почему я назвал в этих роликах Якутию. Ну, потому что это самый-самый север Забайкальского края, и когда мы уже едем туда в поселок... Как, Денис, правильно он называется? Таборный? Таборный, да. Просто таборный или там второе слово... Темный таборный. Темный таборный. Вот забейте в Google, посмотрите, это уже Якутия. Нет, Якутия, граница с Якутией будет вот через десять километров уже. Да, то есть мы сейчас вот прямо на границе Якутии, Забайкальского края и еще что-то, и Бурятии, да? Просто мы сейчас налево уйдем, ну, на развилке там. Прямо дорога пойдет на Хани, это уже Якутия. А мы пока еще по Запкраю поедем маленько, плюс Амурская область тоже там местами будет. И Якутия, там граница она виляет, короче говоря. То в Якутии будем маленько ехать, то по Запкраю маленько. Ну, а конкретно уже Рудник, конечно, он на территории Якутии находится. И вообще таких дорог, ну, то есть в Ютубе полным-полно там трасса на Магадан, на Якутск, там по реке Лена и так далее. Там уже эта федералка, там она уже изъезжена вдоль и поперек всеми кем возможно. А вот этих дорог, скажем так, ну, у Дениса есть Ютуб-канал, там ребята его видели, эту дорогу. Ну, вот я решил просто тоже приехать, показать, что и такие дороги бывают. Здесь, конечно, плечо очень короткое, 160 километров, но все же это дорога жизни, пусть и такая маленькая. Так что показать, как здесь люди живут, как они здесь работают, как они здесь дружно коллективом по этим горам туда-сюда катаются. Так что я думаю, что вам всем будет интересно. Сейчас спускаться будем. Давай посмотрим. Ну да, есть такое дело. Да, ну... Нет, конечно, долина эта, это вообще обалдеть. Какая красотень. КОНЕЦ ПЕРЕСТАНО Продолжение следует... Продолжение следует... По два, по три дубля одно и то же. А ну расскажи, как тебе ехать с Димоном вообще, с чужим человеком в кабине. Да, весело, нормально. Мы с Димоном уже много чего пережили, успели на эти несколько дней. Да, это точно. На песках побывали на Чарских, в аварии побывали. Так что есть что вспомнить. Это точно. Смотри, когда буквально пару дней знакомы, а тут такие у нас... Погода сегодня пасмурная очень. Снежок, порошит. Ну, в принципе, дорога хорошая. Забросало, в общем, мы вот раз, два, мы стоим и за нами еще... Еще две машины. Пять машин, в общем, всего. Так что, Дениска, будем цепи-то одевать или так поедем? Да, наверное, пока так. Попрел? Не тягает? Не. Нормально? Спокойно. Мне тут на пассажирском сидя оно кажется вроде бы нормально, а когда сам за рулем оно... Было еще хуже, когда осенью колья глубокая, ее прямо вот так машину в разные стороны швыряет. Вот там это... Ясно. Неприятно. Ладно, господа, в общем, будем кушать. Я тоже свой бутерброд таки начну сердечки там вырезать. Давайте следите за движением, будем ехать дальше, будем сообщать, что как там по дороге будет происходить у нас. Такие тут повороты, спуски. Там будут прижиматься нам нельзя близко. Нельзя ни в коем случае. Там еще одна машина, но он уже остановился. Он там, видите, стоит, ждет нас. Конечно, снегу насыпало, обалдеть можно. Может, надо вам в таких случаях как-то в рацию говорить, что иду по прижиму? Нет рации вот этого, допустим. Я точно знаю. Смотри, какие переметы. Это еще маленькие, вот здесь, вот в этом месте, вишь, где это. Порой вообще прям заметет. Ну и ждешь, стоишь, грейдер пока придет. Да, я не знаю, ребят, вам на камеру вообще тут ничего не видно. Все белым-бело, но тут реально тут просто вот. Капец. Сейчас спускаться будем. Спуск называется крест. Спуск называется крест. Почему крест здесь? А там сверху по старой дороге деревянный крест стоит. Ну, наверное, поэтому и крест. Не, 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 кто-то же говорил, что оттуда сверху кто-то по старой дороге свалился. Ну, а что, ну это-то как бы ни при чем. Название-то именно из-за креста. Да, и вон там, смотрите, какой обрыв. С тяжелым грузом идешь, тут вот в этот спуск раскатывает нормально. Туда вниз, в долину, вон обрыв такой жесткий. Ну, посыпали, да, чуть-чуть? Нет, это старая была. Старая посыпка осталась. Вот мы с тобой в прошлый раз ехали, было вообще супер классно. В этот раз, конечно, да. Эти камушки. Насты. Вообще, чумолик. А слева такой обрыв конкретный. Вон там, я не знаю, вот посмотрите, о, там крест стоит. Да-да, сейчас я постараюсь его приблизить. Вон он наверху стоит, крест. Синенький такой. Вот там наверху была старая дорога. Оттуда 66-й улетел, прям туда вниз. 66-й это кто? Ну, это машина такая, 66-й. Грузовая маленькая машинка. Угу. Что-то 4 человека погибло, по-моему. И вот поэтому, возможно, и крест. В общем, здесь у каждого подъема и спуска, у каждого моста есть свое название чье-то. Какие у вас есть? Я не знаю, в основном имена. Монтановский, потому что человека, ну, я не знаю, прозвище, видимо, Монтана был. Он погиб там, короче, на этом подъеме. Что, он тоже свалился? Да, назад, назад снесло, и машина перевернулась, ну, и человек погиб. Лисовский, Самохинский, ну, это все, скорее всего, фамилии людей или прозвища, не знаю. Сейчас тоже спуск будет. Что-то там елочка какая-то подмятая лежит. А тут летом слева река горная бежит. Угу. Ну, красиво очень. Ну, вот будешь нам присылать файлы летние, посмотрим, как тут у вас красиво. Да, вот так вот пробираемся, народ. Очень опасно, дорога скользкая, очень сильно. Так, ну, что у нас? Осталось пару подъемов, пару спусков, и мы на месте. Денис, конечно, красавчик, профессионал своего дела по такой-то дороге. Нормально, аккуратненько доехали. Как это, Денис? Тяжело из болота тащить бегемота? Ну, конечно, и морально устаешь, и физически устаешь. Да, тут постоянно концентраешься. Тяжело в напряжении, концентрация. Концентрация. Да, я знаю, что это. Я помню, я на Аляску, когда зимой ехал, там вообще просто после смены у тебя руки отваливаются, плечи отваливаются. Это невозможно. Есть такое. Ну, вот ползем в предпоследний подъем, тоже затяжной, он километр с чем-то. Потом будет небольшая такая, типа, примушки, спуск извилистый. И будет последний подъем, он 2 километра протяженности. Ну, он такой довольно крутой. Да, плюс они тут все от 10 до 12 градусов. А если знаков нету, то, скорее всего, там даже и больше, чем 12, потому что не совсем это легально, да? Наверное. Мы сегодня с легким грузом идем, 12 тонн. Посыпушек мы не видели, чистилок не видели. Пока нету ничего посыпано. Никому мы не нужны. Белый снег. Белый снег, да, дорога так. Слегка, как бы, эти остатки роскоши остались с прошлых дней. Раз посыпали на неделю и думаю, ай, хватит вам, ребята. Да, ну, влага мы уже почти добрались. Переночуем, отужинаем. Пельмешек, может, сварим. Вот, кино посмотрим и будем отдыхать уже до завтра. Не знаю, сейчас издалека будет, нет видно подъем вот тот последний. Последний подъем. Посмотрим сейчас за поворот за этим. Ну, давай. Там уже будет видно. Ну, вот, поднялись. Снежок, порошит. Да, ну, в камеру сейчас снега не видно, вряд ли. А ты сейчас с дальним, да, едешь? Угу. Да, ну, если уже с дальним не видно, значит. Ну, это еще не слишком темно. Было бы ночь глухая, было бы видно. Ну, все, друзья, буду уже выключаться. Хотя, может, еще вечерком покажем, как мы тут пельмеши варим. Укусненькие. Вот. И выспимся. В прошлый раз мы приехали где-то в 2 часа ночи. 2 ночи. Там, конечно, спать было мало, а сегодня нормально. По времени у нас хорошо отдохнем, выспимся. Завтра, дай бог, выгрузимся. Мы вроде первые приехали на разы. Приезжаем. Да. Доезжаем. Поэтому будет хорошо. Все, народ, мы приехали. Там он, в общем, проходная. Поставь на паузу. Проходная. Вон там кто-то выезжает, заезжает. Там он, Сережа, стоит тоже водитель. Тут, да, тут только одно место, где связь ловит буквально. Короче, каждый тут пошел, сразу всем позвонил. Вот. Позвонил, отчитался. Где он, что, жив-здоров, там все нормально добрался. Ждет выгрузки и так далее. В общем, мы доехали. Что-то пошли, дядя Саша, чайку попили с медом, с блинами. И что-то решили, в общем, пельмени не варить. Уже не охота. Не охота уже. Что-то как-то лень уже. Девять часов вечера мы чайку попили. Нормально. Сейчас вот киношку посмотрим. Вот. Котел затопили. В общем, сейчас приберемся. Кинчик посмотрим и ляжем спать, будем отдыхать. Все, а завтра разгрузимся. Ну и там, дай бог, день пройдет успешно. Доедем обратно и будет все в порядке. Народ, надо мной тут издеваются. Вот в таких вот условиях мы и живем. Диман вон сверху там у меня. Нормально. Сидим перед сном, кинешка смотрим. Че, как себя чувствуешь? Да вообще огонь, слушайте, вообще. О, скания рулит. Да, внизу еще один спальник получается. Шторки заштурили. Все, сейчас кино посмотрим и спать. Ну что, суровая северная работа заключается не только в том, что это по горам, да по ледовым дорогам, по рекам, в тяжелых условиях и так далее. А еще это вот видите, что сегодня новый день. Уже 2 часа дня. Мы вчера приехали в 8 вечера, переночевали. В 7.30 нас тут на скорость быстро-быстро-быстро загнали сюда на территорию. Ну как нас, ребят на грузовиках. А меня высадили на КПП. Ну так как я говорил, что на КПП проезжать нельзя. Все-таки это золотой рудник. Серьезная организация. Вот. И в общем сейчас уже 2 часа дня. Сидим на КПП. Все машины. Нас не пускают. Почему? Потому что нету кранов. Нету кранов, чтобы нас разгрузили. Ну вот. И мужики, которые возвращаются на самосвалах. На самосвалах самое классное. Уголь, который пацаны привозят. Уголь, песок. Они приехали, им никого ждать не надо. Они просто этот кузов подняли. Сбросили груз. И все. И поехали в обратную сторону. Вот. А мы сидим крана ждем. Денис. Денис котел пытается, молодец. Да. В общем неизвестно. Вот что-то мужики проезжают, все говорят, что кранов вообще нет. Да, может пошутили. А может это такие шутки северные. Мы обещали в 2 часа. Ну посмотрим, сидим ждем. Ну в общем если совсем будет беда, потому что у меня завтра уже самолет. Заканчивается мой этот. Турне по Якутии. И по Забайкальскому краю. Значит я завтра должен быть уже там в поселке. Если на самый крайний случай не разгрузят, тогда какую-то попутку здесь, кто в обратную сторону едет. Пересяду и поеду. Так что ладно, ждем. Народ! Все! Разгрузились. Помчали назад. 10 минут делов. Уехал ты в час 40, а сейчас сколько времени? Ну, пол третьего час. Ну час. Плюс дорога 12 километров туда-обратно 24 километра. Отстояли главное здесь полдня, ё-моё. Ну да, с пол восьмого заехали, получается до обеда постояли. Ну успели пообедать зато. Ну да. И как раз только закончили и охранник подошел, сказал езжайте на разгрузку. Туда приехал, кран уже стоит, ждет, строполя ждут. Все, борта открыл, всю пачку прямо зацепили и за один раз ее выкинули. Так что за кран, грув был большой? Нет, КамАЗ. Ну он в принципе 20 там, 23 тонны-то поднимает. Нормально. Нормально, да. Так что все. Все, друзья, будем держать путь на ЭКО-БЮ, на базу. Маркуемся, купаемся. Купаемся. Завтра уже все. Аляулю. Завтра Диман домой поедет. Наконец-то. Что? Не, не, я-то не в том плане. Я в том плане, что ты сам уже подустал, по тебе видно. Уже и так, и так, и сяк, и всяко-разно, он бедный. Нормально. Одолела его это и Якутия, и Забайкальский край, скажет нафиг. Субтитры создавал DimaTorzok Диман домой поедет. Субтитры создавал DimaTorzok Диман домой поедет. Диман домой поедет. Диман домой поедет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 В общем, едем с Денисом Сейчас обогнали крейдера Глядя вот на всю вот эту вот картину Все эти пейзажи Я думаю, не могу я не спросить Дениса Денис, вот 4 года назад получается Ты же говорил, сколько ты за рулем здесь? 4 года? Ну, с 2017-го Ну, на этой трассе получается, да? С апреля 2017-го Можешь вспомнить свои ощущения, эмоции Когда ты первый-первый раз вообще выехал Вот по этой дороге, когда увидел всю эту красоту? Ты же до этого нигде так не был? А я тебе, кстати, рассказывал уже об этом А ну еще раз расскажи Блин, ну эмоции были Да страшно было Вот и все эмоции Не, ну страшно Смотри, я помню себя на Аляску, когда я ехал Ну тоже было страшно Ну, когда я увидел все эти горы, деревья, реки, озера Ну, вот всю природу вот эту Вот как бы Нет, ну, конечно, безусловно, красотой Это я каждый рейс до сих пор еду, наслаждаюсь Здесь ни связи, ни интернета Ты едешь, душой отдыхаешь Правильно, это реально кайф О чем-то о своем можно подумать Потому что, ну, в городе такого нету Шум, гам, суета эта городская А здесь тихо, спокойно, красиво Особенно Сейчас весной, когда все тает Начнешь, а же речки пойдут Птички прилетят Ну, вообще клево, конечно Остановишься Чай скипятишь На улицу выйдешь, попьешь, покушаешь Ну, конечно Классно, мне нравится Не знаю, что тебе еще добавить Ну, если бы предложили бы те же самые деньги Как на севере, допустим Ездят где-нибудь по федералке Из Читы до, не знаю, куда-нибудь Там, Новосибирской обратно Наверное, да Я бы лучше там бы ездил Потому что все-таки там мой дом Здесь я очень долго не бываю дома Но сейчас, если бы предложили Я бы не ушел, конечно Я не могу просто так взять и раз И уйти, грубо говоря Это даже не по-человечески, наверное, было бы По отношению к тому же начальнику Ко всем Да Ну, конечно, если бы, наверное, было бы какое-то Все равно мы люди такие В первую очередь мы все должны думать О себе, о семье, да, о своей Это все, безусловно, так У всех Поэтому, наверное, согласился бы Как-то заранее бы все это решил Ну, пока здесь Я понял тебя Ну, вот такая вот нотка лирики от Дениса Пастнова Спасибо, Денис За откровения Че у нас тут шахманчик Пропускаем Ну, принято, принято Кто в обратку пустой идет Тот пропускает Обычно Ну, иногда бывает и ребята на встречке Тоже пропускают Если мы в подъем идем То они останавливаются Все-таки подъем Это не спуск Размик проехал А, это Размик был? Да Ну, ясно Размик, привет тебе Если будешь когда-то смотреть Ты все хотел интервью, чтобы я у тебя взял Ну, из них Не получилось Не получилось Не срослось Но Да, я тоже Под большим впечатлением Мне очень нравится Дорога, конечно, здесь Безумно красивая Скользкая Обалдеть Скользкая Очень, конечно, опасная Скользкая Узкая То есть, две машины Ну, расходятся Не то, что с трудом Но опасно Опасно Потому что здесь этот С кем-то Говори, говори Нам, не нам Здорово Не нам, значит Ну, либо не слышит Уже за гору заехал Да Здесь Получается На Обочине Такая Раз И ямка Туда То есть Тут очень хорошо Стягивает А по осени По весне Когда только Вот самая такая Скользкая погода Денис говорит Тоже Остановишься Кого-то пропускать И что? Тебя вбок Может просто Утянуть Сразу Стягивает Прямо на месте Да Короче Рядом с обочиной Лучше не останавливаться Да Это точно Да и вообще Лучше к ней Не прижиматься Это она Кажется Ну, широкой Потому что Грейдер Растолкал ее На самом деле Она поуже Конечно Ну, все А мы все Едем Едем И никак Все Не приедем Вот и все Закончился рейс Приехали мы Обратно на базу Все нормально Добрались Через этот ручей Мы еле-еле Проехали Там, конечно Жесть была Стягивала Очень сильно Ну, как ручей Там река Река, по-моему Если я не ошибаюсь И Кабьякан Называется Вообще Ну, с грузом уже Я не знаю Нереально ехать Таскает нас Чуть в яму Не стащило Кое-кое Как мы Пробрались Саня Один раз Забуксовал Но вроде Тронулся Нормально Он ее кидает В разные стороны В общем, народ Таким вот Получился рейс Забайкальский край Амурская область Якутия В общем Благодаря Вот этому человеку Денис Постнов Моя мечта сбылась Мечта идиота Я побывал В общем На севере Ну, кто-то скажет Что там Ой, ты не был В наших краях И до ваших краев Доберусь Эмоции Меня вообще Зашкаливают Переполняют Я очень здорово Провел неделю Хочу поблагодарить Вообще всех В первую очередь Конечно Дениса Потом Виктора Который Начальник Дениса Всех ребят Из гаража Всех водителей Дальнобойщиков Которые были с нами Ездили Рассказывали Здоровались В общем Сообщали информацию В общем всем Вадик Депутат В общем Всем ребята Денис Тебе от меня Огромное спасибо Да, Дим Большое Не за что Я очень рад Что помог тебе Воплотить эту мечту Ну и вообще Рад был познакомиться Конечно Очень интересный Позитивный человечек Будет время Приезжай летом Осенью Здесь намного Красивее Конечно Ну а я тебя С ответным визитом В США Если вдруг Взаимно Спасибо тебе Скане Что нас не подвела Ну и вам Ребят Спасибо всем Большое За просмотр В общем Спасибо Что остаетесь На канале И Если будет интересно У Дениса Канал Ютуб Ссылка В описании Там в комментарии В общем Переходите Подписывайтесь Следите за движением Все Всем пока Субтитры